Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок Родина Ведения. На этом уроке мы познакомимся с органами человека. Ребята, мы сегодня с вами поговорим о строении человека. Что же изучает строение человека? Сначала мы узнаем, что такое анатомия. Анатомия – это наука, которая изучает строение тела человека. Физиология. Физиология человека изучает работу всех органов. А наука о сохранении и укреплении здоровья называется гигиеной. Каждому человеку нужно знать, как устроен и работает его организм. Мы сегодня узнаем, как же устроен наш организм. У каждого человека есть внешнее строение и внутреннее. К внешним относятся части тела. Это голова, шея, туловище, руки, ноги. А внутренние органы – это мозг, легкие, сердце, желудок, кишечник, почки и печень. Все люди разные и одновременно похожие, потому что тело состоит из одинаковых частей – головы, шеи, туловища, рук и ног. Голова может думать, смотреть, дышать, различать запахи и вкус, но не сама, а с помощью органов, которые находятся на голове – глаза, уши, нос и рот. Посмотрите на картинку. А теперь посмотрите на картинку. Это внутренние органы человека. Сердце, печень, мозг, желудок, легкие и кишечник. А теперь познакомимся с каждым из них. Это мозг. Это командный пункт организма. Мозг работает как мощный компьютер. Он принимает самые разнообразные сигналы – звуки, запахи, изображения, распознает и мгновенно посылает команды всем органам. В течение всей жизни мозг никогда не отключается. А это, посмотрите, желудок. Это орган относится к пищеварительной системе. Он помогает переваривать пищу. Это сердце. Сердце помогает крови двигаться по организму. Оно работает как насос, постоянно проталкивая кровь по кровеносным сосудам. Это лёгкие. Они относятся к дыхательной системе и обеспечивают организм кислородом, а также помогают удалять углекислый газ. А это печень. Она помогает переваривать пищу, а также печень очищает кровь от вредных элементов. Это почки. Они помогают выделять лишнюю воду или жидкость из организма. Это кишечник. Он тоже помогает переваривать пищу. Из кишечника питательные вещества поступают в кровь. А теперь запишите домашнее задание. Нарисуйте органы человека и подпишите каждый из них. Вот и закончился наш урок. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok